Давайте откроем Исход, вторая глава. Я маленько такую предысторию расскажу. Исход, вторая глава говорит о Моисее. Там, к сожалению, так сжато написано, что ты полглавы прочитал, и там целую жизнь человека вложили как-то в половину, в десять стихов. И история в чем, что народ Божий попал в Египет. И попал в Египет не в плохом состоянии. Они пришли туда, для них Египет был как благословение на тот момент. Их 70 человек туда попало, потому что Иосиф там был руководителем, и в свое время он умножил, благословил Египетское царство. И народ Божий там жил. Рост, написано, умножался, развивался. И поменялся фараон уже, поменялся управитель государства. И новый фараон, новый царь говорит, что-то их много стало, израильтян. Они стали плодиться, размножаться. И они стали создавать в его понимании угрозу. И он решил их уничтожать, и дал повеление повивальным бабкам, чтобы они всех младенцев мужеского пола уничтожали. Но они его не ослушались, и они продолжали умножаться. И когда было это повеление, когда мальчиков убивали, такая жуткая история, такой был приказ. Одна семья израильская решила сохранить своего ребенка, родился мальчик. И они осмолили корзиночку, и в реку Нилу ее туда запустили, и пускай, говорит, подальше отсюда плывет. Лишь бы его не уничтожать, лишь бы его войска, слуги фараона не нашли. И вот так вот они сохраняли своих детей. Этот ребеночек в корзиночке новорожденной по реке Нилу корзинка проплывала мимо дворца фараона. Я вот в том году, в конце года посетил реку Нилу. На ней даже на лодке мы туда-сюда походили. Интересная река, интересная страна. Вокруг пески, степи, а на реке Нил оазис. Даже фрукты растут. Потом понимаешь, почему фараон строил свои дворцы возле прям реки. Потому что там реально, ну, как благодать. И вот эта корзинка причаливает к дому фараона, и выходит дочь фараона, смотрит корзинку, открывает там ребенок. Она его забирает. И сестра, она наблюдала за картинкой, сестра этого ребеночка наблюдала. Подошла, предложила, ну, как не услуги, а вот есть мама, которая может вскормить его. И дочь фараона говорит, я ребенка оставляю, но пускай она вскормит. И вот такая предыстория, что израильский ребенок попадает в дом фараона, и остается там жить. И мы читаем вторая глава. С 11 стиха. Спустя много времени, когда Моисей, они назвали его, она назвала его Моисей в 10 стихе, потому что она вынула его из воды. Вот такое было название, дано имя. И спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его, сынов Израилевых. Посмотрев туда и сюда, видя, что нету никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Ну, песка там достаточно. Можно было где-то закопать. Жестко все. И вышел он на другой день. И вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающим, зачем ты бьешь ближнего твоего? И тот сказал, кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина? И Моисей испугался и сказал, верно, узнали об этом деле. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Моадеамской и сел у колодези. История. Моисей решил проявить, вышел на улицу посмотреть и увидел ситуацию, как египтянин просто издевательски что-то там делал с израильтянами. И он решил просто, как говорится, вмешаться в конфликт, отреагировать. Сработал импульс. Импульс, потому что родственники как-никак. Импульс был такой яркий, что пришлось убить египтянина и закопать. Не дай Бог нам таких импульсов. Закопал, на следующий день выходит опять и смотрит, два евреи между собой ссорятся, один обижает другого. И он решил тоже отреагировать, внести некую такую справедливость, ясность. В обоих случаях он просто проявился как помощник, как хотел сделать добро вмешаться в конфликт и принести туда мир, принести туда вроде бы уравновешить их ситуацию, и знаете, чтобы не было ссоры, чтобы не было доминирования какого-то там начальника над подчиненным, чтобы не было жестокости. И вроде бы охота вмешаться в эту ситуацию, но все его вмешательства оказались, как, знаете, обратная волна на него налетела. Вроде бы и получилось вмешаться, а результата нет такового. Вроде бы импульс какой-то проявился в ситуацию, а нет. Столько раз я слышу или общаюсь с людьми, все становятся экспертами в каждом деле. Мы же все эксперты в семейных вопросах, воспитании детей, экономике, еще чего-то, служении. У нас же есть, мы же все знаем, мы же еще Библию читаем, мы же еще мудростью пропитываемся. Но, к сожалению, иногда вот эти знания, которые мы имеем или опыт, который приобретаем, он какой-то безрезультативный. А еще пытаемся влезть и в чужие отношения, где повлиять как-то на эти отношения. А ты понимаешь, что ты вроде бы вмешиваешься, а крайней ты остаешься. И два еврея, наверное, поворачиваются, слушай, что ему надо от нас? Мы сами разберемся. Знаете, и убегает, и приходится убегать. И он убежал. И тем более, что фараон узнал. Вообще, говорит, надо текать оттуда. И он убежал. Убежал в пустыню, в Мадьянскую землю. И там, если дальше мы читаем, что он женится, заводит семью, становится пастухом овец и начинает вроде бы жить в своей стихии, которую куда он убежал. В ментальности беглец, в ментальности в страхе, в ментальности без своего родословия. И вот он бежит там. Его импульс, который он словил в тех ситуациях, где он отреагировал на какие-то несправедливые вещи. Вроде бы хотел, как говорится, сделать добро, а получилось, как всегда. У кого бывало такое? Ты вмешиваешься куда-то, реагируешь. А еще, знаете, как бывает? У тебя впечатление какое-то, думаешь, я же имею власть какую-то, я бы знания имею. Я что-то имею, у меня есть что дать им. Он говорит, я же вообще, в принципе, живу в доме фараона, я могу вообще многие вещи разрулить, а не получается. И волна встречна. И вот в конце второй главы, 23 стих, «Спустя долгое время умер царь Египетский. И стинали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вополь их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стинание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком, Яком. И увидел Бог сынов Израилевых, и призрел их Бог». Рабство оставалось, ситуация неразрешенная. Царь опять меняется, опять меняется власть в то время. А Моисей живет там. И вдруг в третьей главе одно из моих любимых мест Писаний происходит. Моисей пас овец у Иофора, тестья своего священника Модианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариу. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст сгорит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, «Пойду я посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал, «Моисей, Моисей». Он сказал, «Вот я». И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь мою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал ему, «Я Бог Отца Твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова, и закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога». И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников. Я знаю скорби его. Я иду избавить». К сожалению, проиграла Россия. Ничего, серебро. Молодцы, ребята. «И сказал Господь, я просто, видите, меня Господь освободил сейчас от двойных внутренних переживаний. Я так переживаю, еще тут переживания. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его, и знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли всей. В землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амареев, ферезеев. И вот уже вопль сынов израил дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтян. Итак, пойди, я пошлю тебя фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов израилевых». Мы уже в одной из тем говорили об этом импульсе, когда Бог посещает человека и говорит ему о том, что он хочет сделать через нас, через Моисея. Знаете, если бы Моисей только бы остался на одном импульсе, то я не думаю, чтобы народ Израиля вышел из Египта. Одного импульса недостаточно. Сколько раз мы переживали откровение от Бога, сколько раз мы переживали его посещение или пророческое слово нам говорили в нашу жизнь, сколько раз, когда ты читал Слово Божие, Библию, и Слово зажигалось в твоем сердце. Но недостаточно одного импульса только и посещения. Нужны и действия, которые подкреплены верою. Вера, которая принесет результаты или плоды. И вера без дел мертва написано. Иаков говорит нам во второй главе Иакова написано, вера без дел мертва. Покажи мне веру свою из дел твоих. Нужно веру свою показать. И он говорит, я посылаю тебя. Знаете, когда Моисей это услышал, и там мы ниже читаем, что он говорит, кто я такой вообще. Я думаю, все события, которые с ним происходили до того, когда он убегал с Египта, он вспомнил, что он в данной ситуации не был просто, такой пришел новый человек. Его знал народ Божий. Как Моисея, который убежал. Как Моисея, который проявил определенный импульс. У него ничего не получилось в тот момент. Как Моисей, который струсил. Я не знаю, как они оценивали его поступок, но возвращаться обратно туда, это надо переломить внутри себя все свои страхи, все свои комплексы, и все свои внутренние какие-то переживания, ментальности. А мало того, что здесь задача стоит, ты должен вывести мой народ. Не просто вывести, а вывести на другую территорию. На другую территорию, где будет другая совсем жизнь. Как минимум 600 тысяч мужчин, жен, детей. И у Моисея в голове говорит, я от фараона того убежал. Ну ладно, власть сменилась. Но молва-то обо мне осталась. И вера говорит о том, что если Бог меня посылает и говорит, что я крепкой своей рукою помогу тебе, и мы вместе с тобою освободим народ Божий из рабства, твоя задача будет делать определенные действия, быть твердым, быть мужественным и утверждать истину. То слово, с которым я тебя посылаю, независимо, как будет реагировать народ Божий, как будет реагировать фараон, твоя задача его вывести. Импульс происходит. Направление вроде бы есть. Вроде бы ты этого и хотел до этого. Ты же хотел, чтобы восстановить справедливость, восстановить отношения, чтобы не было гнета, чтобы не было... Но ты не смог это сделать сам. Я хочу через тебя сделать это по-другому. И происходит эта встреча. Многие говорят, ну ты если с Богом встретишься, ты вообще будешь... Нет, сомнения будут. Ментальность всплывает наша. Нам нужно трансформироваться. Скажешь, как это так? Роботом стать. Нет. Побеждать свой страх. Это включить веру. Там, где есть вера, там страха нет. Там есть, где доверие Богу, там страха нет. Есть страх там, где нет веры. Я боюсь, ты не веришь, ты не доверяешь. Если результатом этого действия что-то должно произойти, то это описывается в 12 стихе. И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. знамением или результатом всех его действий является то, что весь народ должен здесь, на этом месте, где они встретились, принести Богу жертву и произвести служение. И говорится там, что весь народ должен выйти. Весь, это абсолютно весь. Если вы дома, как для домашнего чтения, дальше будете главы читать, 4, 5, 6, 7, 8, там описывается, как фараон сопротивлялся, как фараон не хотел отпускать. И там Бог сделал 10 казней над фараоном, чтобы весь народ пришел к этому месту совершить служение Богу. Как в нашей жизни импульс звучит, мы переживаем некое откровение, переживание, или слышим о себе пророческое слово, разные есть моменты, как Бог с нами разговаривает. Но настолько мы верим, всегда, знаете, как с проповедью, как проповедь была, или там, о чем говорил проповедник, ты, допустим, какую-то обратную связь, с кем ты общаешься, и все там, вау, бомба вообще, супер, класс, просто великолепно. Это невероятное было служение. Я говорю, что конкретно, что будешь делать? Уф, уф, найдет новое это. Прям, прям, ух. И вот одни эмоции остаются. Знаете, от импульса Духа Святого не должны оставаться только одни эмоции. Не только твои переживания, ощущения, яркость эмоций, вдохновение, это часть импульса, но должна остаться вера, внутри которой ты утром, в понедельник, или после того дня, когда тебя Бог посетил, где Он тебя посетил, в каком месте посетил, когда с тобой произошло это, читал ли ты Библию, молился, сон ли тебе приснился, но ты сказал, я знаю, что мне делать, я знаю, что я буду делать. Да, внутри поднимаются страхи, сомнения, но у тебя включается вера, вера, которая должна производить действие, после которых действия должны быть, плоды, результаты. И результатом веры, встречи, импульса с Моисеем был, когда, было результатом, что народ Божий должен был покинуть Египет. Весь, мужчины, женщины, дети, скот, все имущество, все они должны были взять с собой. И когда мы читаем эти казни, сначала фарон вообще говорит, идите отсюда. Не отвлекайте народ мой от работы. Уходите отсюда. Второй раз, когда я уже пришел, ладно, хорошо, пускай мужчины придут. И там несколько было событий. Ладно, фараон соглашался, чтобы мужчины только вышли. Моисеем говорит, нет. Там этих 7-8, кажется, точно могу ошибиться. Он всегда приходил к фараону с одной фразой. Отпусти народ Божий. Он должен совершить служение Господу. Это не я придумал. Бог сказал. И он высвобождал слова веры, где народ должен находиться. фараон говорит, ну ладно, жены пускай идут. Он говорит, нет. На следующий раз, ну ладно, с детьми идите, имущество оставьте. Он говорит, нет. И так каждый раз. И когда мы смотрим, когда была 10-я казнь народа над фараоном, мы прочитаем сейчас это место. Исход 12-я глава, 31-й стих. И призвал фараон Моисея. Не Моисея уже, а фараон Моисея. Говорит, слушай, Иарона, ночью, и сказал, встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израиля, и пойдите, совершите служение Богу вашему, как говорили вы. И они встретились все, весь народ. Там дальше описывается, что когда они выходили, египтяне даже золото свое отдавали. Мы переживаем все импульс. Бог всегда нам хочет с нами разговаривать. Но импульс, когда с ним вместе, он говорит, ребят, вот такой стандарт веры, или вот такой стандарт, ту картинку, которую я тебе показал, что ты должен сделать. Неважно, любую сферу своей жизни возьми. Это должно быть вот так выглядеть. Не занижай стандартов Бога. Не занижай то, что Бог тебе сказал о тебе. Не занижай. И не говори, что это не время, это не сейчас. Покажи веру свою, скажи, дьявол, отпусти народ мой. Знаете, иногда ты начинаешь за людей молиться, за какого-либо человека, за болезнь, за ситуацию. Ты только начинаешь по-серьезным за него молиться, ты смотришь, тебе звонок, не молись за меня. Мне еще хуже стало. И люди бросают. Импульс веры пережили. Бог сказал, что ты будешь исцелен. Вау, круто! Начинаешь за него молиться, а ему хуже становится. Ему еще хуже становится. И у тебя обратка идет, ты говоришь, не, 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 не. Надо, а при чем здесь, не, не, не. Знаете, у тебя вера тухнет, тебе по рукам бьет фараон. Тебе говорит, что не получится ничего у тебя. А Бог говорит, продолжай верить. Продолжай верить. Я же тебе сказал, где этот человек должен находиться. Я же тебе сказал, что с ним будет. Что он будет полностью здоров и восстановлен на все 100%. Почему ты усомнился, почему ты поверил сказанному из преисподней информации, откуда это у тебя взялось? Что ты придумал сам себе? Ну, ты знаешь, я прихожу к людям, а люди говорят, не ходи ко мне больше, потому что ты надоел. Все хуже становится с моей жизнью. Продолжай верить. У меня вот супруга на первом служении говорила о пожертвовании и такой пример вспомнила. У нее, ну, к сожалению, пока временно, я просто верой провозглашаю, две сестры находятся в употреблении, в жестком. И какие бы мы просто не прилагали усилия, как бы мы не пытались разговаривать, с каким тоном, с каким взглядом, умничали, не умничали, разговаривать. Но мы понимаем, что фараон держит, что рабство есть. И пока я там, в духовном мире, не приму какие-то действия, если я не услышу слово Бога о них, и это слово не начну высвобождать, в их жизни мои уговоры, мои красивые речи, красноречивые, умные фразы, какие-то методы и способы не помогут, не повлияются, потому что там, в духе, их душа связана, их ментально связана, Бог века сего ослепил их умы, чтобы свет Евангелия не воссиял в их сердце. И эта брань, духовная, мне нужно за них отдатайствовать и молиться, мы понимаем. И она пришла сюда, на первое собрание, одна из сестер. Она в конце подошла, говорит, молитесь. Мы стали молиться за нее, провозглашать. Царство фараона разрушится, царство демонов разрушится, все, что связывает ее в агонии в этой, просто в странных этих переживаниях, это разрушится, и она станет славить Бога. Потому что я не хочу, чтобы ее просто маленько отпустило, на чуть-чуть. Я хочу, чтобы ее сердце, оно пережило встречу с Богом, чтобы она и весь дом ее, ее сын маленький, они все служили Господу. Вот конечный результат, чтобы она в судьбу вошла, она, дары ее распаковались, чтобы она стала полноценным человеком в Духе Святом. Я хочу это видеть. И вопрос, сдамся я в своей вере, сдадимся мы или нет? Кристина говорит, я стала, говорит, жертвы за нее приносить. Финансовые жертвы, говорит, я буду жертвовать Бог, деньги, ничто. Я хочу, чтобы ты пришел. И она по-своему с Богом общалась, и Бог ей говорил, какие-то жертвы приносить. Я даже в этом не участвовал. Дух Святой по-разному нам будет говорить, давать импульс нашей веры. Но мы хотим видеть результат от нашей веры. Мы не хотим виртуально в голове, я верю, когда-то это появится, это не вера. Вера, которая говорит всегда, я это увижу своими глазами, своими очами, я это возьму, потрогаю, я это возьму, пощупаю, я могу кого-то этим благословить, я могу это дать. Я хочу иметь такую веру и такой импульс, что моя судьба, если Бог показывает тебе судьбу, она не просто должна быть такая чуть-чуть, ну, ничего и так сойдет. Бог говорит, я тебе об этом так сойдет, не говорил. Мы в центре тут, ну, социальное служение, которым я служил, я такой импульс почувствовал молиться. Команды там молиться, за то, за то. 22-й год, много импульсов было. Я говорю, надо что-то нам промолить. Только начали молиться. Вы не представляете, люди... И у всех проявилось все, что думаешь. А там фараон держал, замаскировался. И люди стали куда-то... Я говорю, слава Богу. Все такие, паника. А где люди? Куда пошли? Я говорю, слава Богу. В Красноярске есть тысячи, которых нужно вытащить из рабства. Я стал молиться не за эти, которые побежали, а за тысячи, которые нужно вытащить из рабства. И фараон знает, куда я бью. Он знает, что я делаю. Он знает, что мы все вместе делаем, за что мы согласились. Я понимаю, какая реакция обратная. И вопрос стоит у меня, моей веры. Я буду стоять и говорить, отдай назад. Это мое. Это принадлежит Богу. Это принадлежит Богу. И стандарт, который я хочу увидеть, тысячи спасенных, освобожденных, радостных, счастливых, помазанных, благословенных людей. Всегда есть реакция. В Новом Завете Иисус учил такую притчу о сеятеле. Не будем открывать. Вы слышали ее? Четыре вида почвы. И там второй, кажется, вид почвы. Он говорит, слово сеется. Все слышат слово. Но во второй почве там он говорит, что люди есть, которые воспринимают его слово такие с восхищением, с радостью, эмоционально. Вау, круто, супер, аминь. Но не имея в себе корня, это слово улетучивается. Мы можем пережить импульс и остаться без плода. так бывает, да. импульс мы можем пережить. Мы можем пережить с Богом встречу, но не принять решение в это идти, куда Бог нас направил. если бы Моисей остался и сказал, он и так там Богу много чего говорил. Слава Богу, там жена вмешалась еще, и Арон появился. Кто я такой, что они меня слушать будут, что мне им сказать? Он ему все объяснил, что ему сказать. Бог мудрый. Если ты принял в этом направлении двигаться, куда тебе Бог дал импульс, Он тебе объяснит, что тебе делать. И Он со своей, если ты сделал, и Он приходит, Бог, фараон не отпустил, а Бог к нему пришел и сказал, окей, теперь я выхожу на арену. Потом опять, теперь ты иди, потом теперь я иду. И знаете, у них была, знаете, такая игра в пас. Когда народ вышел, я так думаю, я, может, придумываю, извините за мои догадки, они, наверное, сидели, сидел, наверное, Моисей, и Богу говорит, классно живу, ну да, классно мы с тобой поработали. Ты свое сделал, я свое сделал, народ Богу жертву принес, теперь идем в Ханаан, супер, мы вообще, дьявол проиграл. Я думаю, такие должны быть у нас в жизни вещи, когда импульс происходит, ты в вере стоишь, и вера, которая является уверенность невидимым и осуществление ожидаемого, осуществление ожидаемого это твои действия, которые ты делаешь каждый день, провозглашаешь, делаешь конкретные действия, и ты наслаждаешься от произведения, от плода. И плодом является, так Моисей, наверное, смотрел, 600 тысяч мужчин, женщин, детей, говорят, что мне с ними делать теперь, фиг кого знает. Раньше фараон управлял, а теперь мне их везти. Знаете, лучше вот от таких проблем кайфовать, как ты смотришь твои родственники, они не ссорятся, египтяне их не прессуют, извините за такое выражение, не гнобят, в рабстве, не бьют их там, не заставляют делать нелюбимое дело, когда они сфокусированы мечтой войти в обитованную землю. И Моисей говорит, ну да, первые мои попытки были не очень, а эти-то прикольно. Знаете, он не просто решил их проблему, когда первый раз, он решил нации проблему. Он увидел то, что он увидел, как Бог действует в этой ситуации. Но он завет, Иисус совершал много чудес, исцеления, освобождения, много учил, много раскрывал мудрости о царстве, но он делал все сам. И он понимал одну вещь, что нужно сделать так, чтобы тот фараон, который держит весь этот мир в рабстве, надо забрать у него власть, надо лишить его силы, надо лишить его всего, за что он дергает свой народ, за все, за рабство, за болезни, за нищету, за одиночество, за отверженность, за сиротство, за просто вот эту разорванную жизнь. И у отца с Иисусом был план, чтобы лишить дьявола силы, нужно было пойти на крест. И это нужна вера. Это не просто импульс. Я верю, что я, если это осуществлю волю Божью, то я точно лишу дьявола силы. И мне нужно будет только людям рассказать, и кто примет Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, тут же освобождаются от рабства, тут же освобождаются от немощи, тут же освобождаются от болезней. Я хочу освободить народ Божий, Иисус так говорит, а от рабства и крест являлся тем способом, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы обрубить все мосты с людьми, обрубить все болезни, обрубить и открыть завесу, чтобы человек, любой человек на этой земле общался с Богом. Он не просто, здесь он проявлял чудеса, у него получалось, у Моисея нет, у него да, но он и то понимал, это маленькое, то, что он мог сделать. Самое главное, что он там в духовном мире мог отвязать все, извините, такие щупальцы сатаны от любой души человека. И он это сделал. это факт. Любой человек на земле освобожденный, исцеленный, просто люди об этом не знают. Люди живут и об этом не знают, что все их грехи прочены, все болезни забраны, все проклятия разрушены, все нищета разрушена, все забрано, все решено в духовном мире. И Иисус это сделал своей жертвой. Мы помолимся сейчас Богу о том, чтобы импульсы, которые Бог нам давал или будет давать, все переживания с ним не остались на уровне эмоций, переживания. А помнишь, было служение? Да, помню, классно было. Вот бы нам еще покайфовать, поторчать, попереживать. И ты приходишь, люди приходят на служение, и они такие, что-то не то, ощущений никаких нет. Может, пора взять то, что я тебе сказал, я тебе показал, и начать за это верить, начать за это действовать. может принести в Дом Божий плоды твоей веры, веры за твоих детей, веры за свою жизнь, за свою судьбу, веры за свою семью, за свою экономику, за свой дар. Столько одарованных людей, и они боятся поверить в тот дар, который Бог им дал. 90%, я не знаю, ну, такая статистика есть, и она меняется, говорят, ну, меньше. Люди живут, работая не на своих работах, не там, где у них есть дары, призвания, потому что нужда кричит громче, рабство кричит громче, чем вера. Слово Бога кричит затухшее внутри. Люди рады бы были поменять, бояться. Страх действует, вера тухнет, вера альтернатива страху, но вера, она зарождается там, где есть Он, там, где Он говорит слова, там, где ты принимаешь сам решение, я доверяю Богу. Либо говорит, нет, я доверяю обстоятельствам, я не могу поступить по-другому. Если бы Моисей сказал, я не могу бросить семью, я не могу бросить детей, овец, а Бог говорит, извини, там 600 тысяч овец, не имеющие пастыря, там 600 заблудших душ, мучающихся, которых я посетил и увидел стинания народа от моего, я посылаю тебя к ним, и пускай эти шашлыки бегают отдельно, ничего страшного, я Бог обеспечитель, я Бог, который позабочусь о тебе и о твоей семье, жена там верующая у него была, она вообще впряглась во все, слава Богу, доверилась, Дух Святой, мы благодарим тебя за все твои импульсы, которые ты нам давал, тихо, тихо,